Привет! С вами Альфер Кочельник. И сегодня мы начнем новую рубрику. Рубрика называется Все блюда народов мира. И мы сегодня не будем готовить там с какого народа именно я или ближайших народов. Просто в головах первое что пришло это мы будем готовить бургеры. Для того чтобы готовить бургеры нам необходимо две булки. Мы это купили в магазине. Потом две котлеты. Их я сделал заранее уже. Я всегда эти бургеры готовлю. За это заранее сделал котлеты. Они были заморожены. Сейчас разморозились. Лист салата. Огурчики соленые. И конечно же кетчуп с майонезом. По необходимости то есть по вкусу будем перчить и солить. Помидоры и два листа сыра. У меня абсолютно все готово. Кроме булочек. Сейчас я их буду резать. То есть их надо стараться резать именно пополам. Но некоторые советуют нижнюю часть оставить чуть меньше. А я режу всегда пополам. Сейчас режем помидоры. Помидоры режем максимально тонко. Максимально тонко. Но чтобы резать тонко помидоры с ножом, нож должен быть острым. И как я знаю, не у каждой домохозяйки пустые ножи. Нам этого достаточно. В первую очередь жарим лучше. Ничего жарят. Чтобы вот этот мякич накрылся корочкой. И мы все это будем готовить сегодня на сковородке. Так как мы делаем это все дома. Как мы узнаем, что они готовы? Он должен стать как сухарь. Смотрите. Слышен, да? Вот наши булочки готовы. А сейчас мы будем готовить, дорабатывать наш соус. Это все делается по вкусу. То есть, делаем, так сказать, китчу-нес. Я люблю поострее. Из-за этого я перца всегда большего раза. Вот мы посолили и поперчили. Сейчас мы все это перемешиваем и делаем из этой массы китчу-нес. Почему именно в группике «Все блюда народов мира» я начал из бургера? Наверное, из-за того, что я уже более-менее знаю историю этого блюда. Есть несколько вариантов происхождения этого блюда. То есть, каждая сторона, наверное, рассказывает по словам. Но есть более сильное мнение. Одно из мнений, что один человек, который всегда ходил, путешествовал, и он всегда с собой брал булку хлеба и между ними, то есть нарезав, между ними ложил всегда котлету. А самое сильное мнение то, что немцы, которые переселились в Германии в Америку, именно с города Камбург, то есть жители Камбурга, это город, такой большой город в Германии. Вот они и начали готовить вот эти бургеры. Вот это более сильное мнение. Сейчас мы в той же сковородке будем жарить котлеты. Каким образом котлеты я сделал, из чего, с какого мяса, что добавлял, это я в другом видео как-нибудь расскажу. И котлеты должны быть чуть большим диаметром нашей булочки, потому что мясо, когда готовится, оно сжарится. Некоторые котлеты готовят с закрытой крышкой, то есть с закрытой крышкой котлета не жарится, а парится, то есть она варится, можно сказать, с вами пар. Сейчас мы начинаем собирать потихоньку наш булгер. У нас получается чип-бургер, да? Потому что здесь ты просто булгер. Вот и наши котлеты готовы. И мы будем ложить на булочки. На котлетку накладываем сыр. Черку помидоры. Я люблю тогда много помидоров. По четыре огурчика. И, конечно же, вначале я забыл показать, но еще лук. Нарезанный, тонко нарезанный кольцами. Лук. Сверху еще один. Еще по одному листу салата. И булочки. Все. Вот и готовы булгеры. По какой цене в Молдональдсе или в KFC покупают булгеры, я не знаю, потому что я там не питаюсь вовсе. Но в турецких кафешках, в турецких ресторанах, вот эти булгеры продают за 120-150 рублей. У меня себестоимость намного меньше получилась. Так что каждый может сам дома готовить и есть. Я попробую на вкус. Восхитительно. Ну что, всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем стараться все больше и больше видеороликов снимать и выкладывать в ютубе. Всем пока.